Всем приветики! Сегодня я хочу сделать видео о своих новинках косметики, ну не только о своих, а вообще здесь есть средства, которые новые на рынке, но есть также те, которые просто новые для меня, и я их наконец-то попробовала, чтобы вам рассказать, во-первых, во-вторых, чтобы у меня было. Что вы думали? Я просто, это всё, канал, это просто оправдание моему шапоголизму. Естественно! Ну и перед тем, как мы начнём, я хочу сказать вам огромное спасибо за ваше поздравление с днём рождения, это было очень приятно, и особенно приятно то, как вы отреагировали на мой такой мини-депрессивный эпизод в предыдущем видео про то, что мне уже, о, ужас, 27 лет. Мне это было особенно приятно, и я даже долго думала, почему это именно особенно приятно, но потом до меня дошло, потому что обычно, когда ты вот ноешь на эту тему, допустим, самому другу какому-нибудь, типа, о, там, мне 27 лет, или вообще в целом на любую тему, ты как-то интуитивно ожидаешь от друга, что он тебя поддержит, и друг как бы тоже понимает, что ему делать в ситуации, и как стараться себя поддержать, всё как бы правильно, ничего нового ни для кого здесь нет. Ну, если, конечно, ваш друг не бревно какой-нибудь, который совершенно такой, ну, поздравляю, не грусти, вот, чаще всего как бы для этого люди и дружат. А здесь как бы немножко по-другому, то есть ты говоришь это перед камерой, куда-то в густоту, и особенно ничего не ждёшь. И когда ты получаешь комментарии с утешением, допустим, от людей, которые просто не обязаны это делать, в этом-то и прикол, что вы не обязаны меня утешать, это особенно, ну, утешать, поддерживать, там, не важно. Это особенно приятно, потому что думаешь, блин, я человек же просто, вот, мог бы посмотреть, сказать, ну, понятно. А он остался, отправил что-то тебе, чтобы тебе стало менее грустно, и меня это как-то особенно тронуло. Ничего себе, люди, которые не обязаны меня поддерживать, делают это. Ну, в общем, это очень-очень приятно. Спасибо вам большое ещё раз, вот, ну, а теперь можем, собственно, начинать, после того, как я все свои мысли высказала. Да, настроение у меня уже хорошее, день рождения прошёл, поэтому я такая уже, ну, всё, это до этого мне было немножко грустно, сейчас это уже пройденный этап. Итак, начну со средств для лица, это у меня вот такие консилеры от бренда от SAEM, корейский бренд, достаточно популярные уже консилеры, но я всё никак не могла до них добраться, чтобы попробовать. Они очень плотные, у меня здесь оттенок 1,25, и которые персиковые для корректирования всяких нюансов под глазами. И, в общем, как по мне, это достаточно универсальный консилер, потому что его плотность позволяет в целом и перекрыть какие-то, какие-нибудь прыщи на лице, какие-нибудь покраснения, но и под глаза его тоже можно наносить вообще спокойно. Но это такой достаточно плотный консилер, не вот этот вот, который под глазки чуть-чуть нанёс, и всё, это вот кому есть, что перекрывать. Но я, в принципе, такие консилеры люблю, потому что я на выход хочу что-то плотное и под глаза в том числе. Мне кажется, этот консилер понравится тем, кто любит консилер Liquid Camouflage. Я вот с ним вообще неразлучна, вот этот вот, от Catrice, который Liquid Camouflage, потому что я его как попробовала давно в Севастополе, когда ещё, мне кажется, он даже популярным не был. Я просто зашла в магазин Алина, это была подружка моего времени университетского, и купила просто этот консилер, он мне просто показался симпатичным. И потом оказалось через какое-то время, что все начали им пользоваться, и он очень стал популярным. Но вот с тех пор мы с ним вместе навсегда. Но вот этот очень похож на него, но как будто бы ещё более плотный. И он прям хорошо тоже фиксируется, достаточно прям стойкий, не какой-то такой вот кремово-размазывающийся. Это хорошо, потому что у меня часто бывает такое, что ресницы отпечатываются на нижнем веке, точнее на, ну да, можно сказать, нижнее веко, под глазами. И даже пудра, если я закрепляю, не всегда от этого спасает, если консилер прям очень такой кремовый и влажненький. Хотя я люблю влажный консилер, но вот иногда я не могу себе позволить его пользоваться. Вот, это вот и фиксируется, и очень всё плотно. И который персиковый, он, конечно, вообще, мне кажется, идеально подойдёт даже для визажистов, потому что здесь прям очень плотный такой пигмент персиковый, не просто такой, как сейчас, ну, как чаще всего и бывает, что он такой полупрозрачный, слегка персиковый. Чаще всего этого пигмента-то и достаточно, чтобы перекрыть что-то на лице. Но вот это прям супер для тяжёлых случаев, мне кажется, потому что он прям, видите, какой плотный и фиксируется. В общем, как раз-таки, мне кажется, и для визажистов, или кому есть что перекрывать, какие-нибудь нюансы, он прям хорошо подойдёт. Он матовый такой, ну, или не матовый, скорее, даже, может быть, естественного финиша получается. Поэтому не будет, конечно, какого-то там glow-эффекта под глазами, но зато прям всё перекроет, что надо. Короче, классные консилеры, недорогие. Единственное, что вот оттенок 1.25, который я взяла, он мне немножечко темноват. Ну, скорее, он прям идёт в тон, в тон, в тон моего тональника, который чуть-чуть темнее, чем я. Но для меня он, если пробовать на руке, слишком тёмный. Просто имейте в виду, что всё-таки, наверное, лучше взять, если вы светленькая, другой оттенок посветлее. Дальше хочу показать румяна от Artvisage, которые вот такие вот кремовые. У них есть постоянная линейка, ну, это тоже уже постоянная. Ну, скажем, старая линейка с вот такими вот румянами, которые матовые. И вот сейчас они выпустили такие сатиновые румяна. Я обожаю эти румяна. У меня тоже есть три оттенка из их матовой линейки. И особенно я любила мой второй оттенок. Его и на губы, и на щёки вообще прекрасные. Эти, мне кажется, не такие плотные, как матовые оттенки. И в них есть, соответственно, сатиновый такой лёгкий шиммер. Поэтому получается такой супер фреш-глубый эффект. Мне прям очень они понравились. Я, естественно, купила три оттенка из четырёх, потому что невозможно себя отказать в этом удовольствии, когда они стоят какие-то копейки. Но они очень классные. Я ещё их с тех времён люблю и обожаю. Но всё-таки они не такие пигментированные. Это, конечно, немножечко, как бы мне хотелось бы чуть-чуть, чтобы они были поплотнее. Но и так сойдёт как бы. Мой самый любимый оттенок – это нектарин. Я прям вообще в него влюбилась. Это такой идеальный, красивый персиковый оттенок. Просто что-то волшебное. Я вам нанесла в видео про волосы. И мне прям безумно понравилось, как они на меня смотрелись. Я сразу вспомнила свои школьные времена, потому что тогда я пользовалась в основном только вот такими персиковыми оттенками на щёке. И мне всё нравилось. Сейчас я уже перешла на более такие холодные, кукольно-розовые. Но, наверное, с вот этим оттенком я буду снова возвращаться к каким-то таким персиковым вымянам, потому что это просто божественно красиво смотрится. Шикарный оттенок – это 12-й. Остальные уже так я к ним поспокойнее отношусь. Это 11-й, который «Сахарный пион». Такой достаточно классический розовый, холодно-розовый оттенок. Немножечко в лиловый какой-то такой уходит. Но он просто достаточно универсальный, хороший. Я такие тоже люблю. И оттенок 13-й розовый «Кварц». Это уже как что-то типа их четвёртого оттенка из постоянной матовой линейки, только опять же с сатином. Он такой коричнево-розовый-пудровый. Чуть-чуть с розовинкой. Но это вообще для тех, кто хочет идеально нюдовый макияж, чтобы ничто сильно не бросалось в глаза. Я такими оттенками не часто пользуюсь, но они иногда тоже нужны для каких-нибудь образов, когда ты не хочешь активного румяна. Вот идеальный оттенок для этих вещей. Дальше румяна от бренда «Пастел». Это турецкий бренд. Вот такие румяна розенькие в оттенке 03. Мне кажется, их скоро будут называть румянами, которые аналогичны румянам «Нарс Оргазм». Ну, в целом, мне кажется, что что-то у них общее имеется. Они тоже такие розово-персиковые и с золотистыми вкраплениями. Но эти золотистые вкрапления не особо крупные. Мне кажется, что они почти-то и незаметны. Текстура у них скорее кремовая. Мне не кажется, что они немножко пудровые. Мне кажется, они вообще очень похожи на вот эту текстуру от «Арт Визаж». Сам по себе оттенок симпатичный, но он очень такой полупрозрачный на каждый день, скажем. Я вот сегодня им пользовалась. Но в итоге добавила сверху сухие розовые румяна, потому что, ну, очень он так нежненько смотрелся. Мне хотелось чего-то более активного, особенно в такой макияж, ну, в лиловых оттенках. Мне хотелось чего-то более освежающего и яркого. Но на каждый день вот вообще прекрасно. Он такой красивый перелив дает, за счет того, что там есть мелкие и мелкие блёсточки. Но не такие крупные, мне кажется, как в «Нарс», потому что здесь, ну, их разглядеть можно, но не так... Ну, надо прям вглядываться, скажем. Вот. Так ты сразу не поймешь, что здесь есть какие-то блёсточки, пока ты не начнешь разглядывать эти румяна. Ну и плюс, да, напоминает «Нарс» оргазм. Если тут есть поклонники, оргазм, то, пожалуйста, пользуйтесь. И от этого же бренда «Пастел». «Пастель». Наверное, «Пастель», «Пастел» звучит как-то странно, но это на английском, с другой стороны. Хайлайтер «Daylight». Такой же текстуры, как и румяна. Такие вот кремовые. Ну, тут, кстати, не так чувствуются блёсточки. Здесь вот прям совсем деликатный хайлайтер. Вот какие румяна такие, не особо яркие, мне кажется, полупрозрачный такой хайлайтер. Он мне сначала напомнил... Ну, не сначала, в принципе, продолжать мне напоминать немножко хайлайтер. «Benefit» «WhatsApp Highlighter». Только он посветлее, менее блестючий такой. Здесь вот прям супер деликатное сияние. Вот если вы хотите, чтобы никто никогда не догадался, что у вас хайлайтер на лице, просто лёгкий такой блик. Ну, вот я его, кстати, сегодня наносила. Может быть, что-то вот и видно на камере. Но он прям очень естественный. Прям для супер нейтрального какого-то такого натюрель макияжа. Знаете, макияж, когда хочется быть перед парнем, например, вся такая натуральная, глоуэ. Да. Поэтому можно попробовать такой хайлайтер. Я не знаю, врать ли он будет держаться как-то хорошо, потому что он прям такой кремовый, явно он не фиксируется. Но как бы они и не для какой-то мега-стойкости. Кто-то вот, кто любит быстренько так нанести, и всё. Перейдём к средствам для глаз. У меня здесь вот такие новые тени от Yuyen Sabo. У меня здесь два матовых оттенка. Один 06, который самый тёмный в линейке. И 05, наверное, самый светлый в линейке. Он такой серовато-лиловенький. Это розовато-коричневенький. Там ещё есть более такой просто бежевый, скорее тёплый оттенок. Тени классные. Они более плотные, чем Luxe Visage, которые у меня почти во всех оттенках присутствуют. Но я ими как-то не так часто пользуюсь. Хотя вот именно как подложка они хороши. Но здесь вот, в принципе, не знаю, насколько они прям вот лучше. Просто они плотнее. Плотнее и, наверное, как-то лучше фиксируются, что ли. Ну, то есть, скорее, более стойкие, да. Оттенки красивые. Но не скажу, что они как-то намного лучше, чем Luxe Visage. Мне кажется, у Luxe Visage, в принципе, такие же оттенки имеются в линейке. Хотя вот этот прям супер такой серо-лиловый. По-моему, у них такого-то и нет. Но вот, да, этот оттенок, он такой красивенький, очень холодный. Уходит такую лиловинку какую-то, когда его растушевываешь. Я его сегодня тоже вот наносила. И сверху вот эти. Короче, они у меня смешаны на глазах. Получился такой, ну, скажем, всё-таки уходящий во что-то лилово-розовое на глазах. Я, конечно, туда добавила ещё розовый хрумян в складку, потому что я не могу вот такие вот оттенки использовать без чего-то розенького или хотя бы тёпленького. Что-то должно быть такое освежающее, потому что ещё губы у меня сегодня такие. В общем, мне надо было хоть как-то освежить образ. Ну, в общем, вот эти матовые тени прям суперклассные. Они, мне кажется, всем понравились и мне понравились. Про них ничего вообще плохого сказать нельзя, кроме того, что их всего три оттенка и как бы всё на том. Ну, спасибо и на этом, конечно. Дальше насчёт сияющих оттенков. Мне кажется, что два тут самых удачных оттенка. Это 0,1 и 0,2. 0,3... Нет, не 0,2. 0,3 и 0,1. Да, 0,2. Сейчас мы про него поговорим отдельно. Так сказать, в семье не без урода немножечко. Ну, так, не прям урода, но что-то с ним как-то сложновато общаться чуть-чуть. В общем, если говорить про вот эти тени, они мне очень напомнили тени от Influence, которые вот такие вот в тоненькой упаковочке, в оттенке... А, 0,2. Да, слава богу, тут чуть-чуть сохранилось у меня оттенок 0,2. В общем, они, в принципе, я их сравнила по-свощам. Очень похожи на 0,3 оттенок. 0,1 от Vivienne Sabon. Более холодный, серебристый. А вот эти больше такие розенькие чуть-чуть. Мне кажется даже, что вот в этом оттенке больше блёсточек, чем вот Vivienne Sabon. Но они очень похожи, поэтому если, допустим, вы не можете купить вот эти тени от Vivienne Sabon, но у вас есть инфлюенсы, вы можете купить их, допустим, то вы ничего не потеряли, можете просто браггарировать этот оттенок, и всё нормально. И не так же наоборот. Если вы не можете купить инфлюенс, то можете взять Vivienne Sabon. Они абсолютно взаимозаменяемы и очень красиво смотрятся сами по себе. Если уж что-то про них говорить, про характеристики, то они очень красиво такого цвета. Розенького или ловенького, то окроме. Очень красивый оттенок. Дают такой влажный, равномерный перелив. То же самое про оттенок 0,1, но он ещё более холодный. Здесь меньше розового, больше серебристого. 0,2 оттенок, я не знаю, намеренно было ли так сделано, что он какой-то совсем другой по текстуре. Он не такой однородный, как вот эти два оттенка. Если у предыдущих оттенков более влажный перелив, то есть это такое равномерное сияние, то здесь прямо это видно, что отдельные блёстки. Я не имею чего-то против этого. Но я вообще, когда заказывала этот 0,2 золотистый, он такой самый золотистый, самый тёплый в линейке, я бы хотела, чтобы это было, как вот, наверное, первые два. Оттенка, а он немножко другой. Сегодня я его нанесла на глаза в основном и чуть-чуть добавила 0,1. Ну, прям капельку совсем там он особо роли не сыграл. Прям надо очень тонкий слой делать вот этих, вот этого оттенка, потому что, ну, если их наслаивать, то видно, что вот это вот отдельные куски блёсток такие. И если, мне кажется, первые два оттенка можно использовать как самостоятельные тени, то вот эти, ну, как-то, я не знаю, смысла как самостоятельные тени их наносить только, если вот вам нравится эффект отдельных блёсточек на лице, потом на глазах, потому что если вы их пытаетесь наслоить, то это как-то некрасиво они наслаиваются друг на друга, а если тонким слоем, то это вот просто отдельные блёстки. Ну, в общем, это как вот, как топпер какой-нибудь может идти. Такой спорный оттенок, его как бы и поругать не особо ей за что, потому что такие блёстки вполне имеют право на существование. И как бы с другой стороны ожидалось, что будет вот именно такой более влажный по эффекту. Так, дальше говорим о помадах. Я уже упоминала вот эти помады новые от L'Oreal, которые такие слим, тоненькие в аналогах, потому что я считаю, что это очень похоже на помаду Самлоран, которая тоже тоненькая. У них одинаковая текстура. И в том виде у меня был 633 оттенок, он более розово-тёплый. А тогда у меня ещё есть 602. Были вопросы по поводу этого оттенка, не слишком ли он лиловый. Ну вот, я сегодня его нанесла на губы. В целом, не знаю, как на ваш взгляд, он слишком лиловый или нет. Ну, он определённо холоднее, чем 633. И я его нанесла с таким коричневым холодным карандашом и растушевала потом контур, чтобы не было слишком как-то графично. По мне, это такой просто холодно-коричнево-розовый оттенок. Я бы его, наверное, не носила вот с таким макияжем глаз, хотя большинство людей так и делают, потому что это и правильно, что вот всё должно быть в одной камне, холодные тени, холодные губы. Но когда я всё это вместе сочетаю, мне не очень нравится такой макияж, потому что он, ну как, на мой взгляд, не максимальным образом мне подходит. Он немножечко как будто бы добавляет усталость и подчёркивает вот всю задолбленность во мне. Оно прям подчёркивается. Очень хочется добавить вот, например, на центр чуть-чуть вот этот 633 оттенок, чтобы хоть немножечко придать какой-то освеж... освежованки, господи, хотела сказать, но это ужасно звучит. Освежованки. Боже мой. Я сразу вспомнила, я говорю, престолов. Господи, какой кошмар. Ладно. Но, в общем, чтобы придать немножечко свежести, скажем так. И вот я, кстати, так часто делаю с какими-то нейтральными коричневыми помадами. Я их могу нанести на секубы, а в центре хоть немножечко чего-нибудь такого кораллового или ярко-розового, ну, или на худой конец вот такого вот простого розового. Так, мне кажется, смотрится как-то посимпатичнее. Но сам по себе оттенок, мне кажется, очень такой базовый, нюдовый. И вот если вы просто, скажем, красите ресницу, чуть-чуть добавляете бронзера, допустим, в складку и хотите накрасить губы, вот он хорошо, мне кажется, впишется. Он такой прям благородный, нюдовый. Ну и завершающая статья. У нас будут карандаши. У меня тут много. Про карандаши Нинель я частично уже, опять же, упомянула в своем видео про аналоги люкса. Поэтому быстренько пройдусь. Про 215 оттенок, который вот у меня здесь, мне кажется, очень похож на оттенок Шип Флоренс, только немножечко темнее. И оттенок 201 тоже из этой же линейки. Он, мне кажется, более тепленький. Такой тепло-розовый, коричневый, немножко с персиковиночкой какой-то. Хорошие карандаши. И мои любимые тоже карандаши от бренда Шу. Заказала новые оттенки, потому что очень люблю эти карандаши. Оттенок 50. 50-й тоже такой он темно-розовый, ну, даже пудрово-розовый, холодный. И оттенок 44-й. Это такой уже более лиловый карандаш какой-то. То есть он прям лиловый, серо-лиловый какой-то. Ну, такой сложный оттенок, симпатичный. Мне кажется, он очень многим понравится за счет своего вот такого вот трендового оттенка. То есть он как бы и коричневый, но при этом в нем есть лиловая составляющая. И вот он такой прям необычный весь из себя. В общем, красивые оттенки. Не люблю эти карандаши. Но мой пока самый любимый 52-й из этой серии. И последний карандаш, который я хочу показать, он для меня точно новинка. Это карандаш для губ ресничка в 340-м оттенке. Одна девушка в комментариях мне посоветовала попробовать его. Сказала, что он похож на карандаш от Шик. Ну, естественно, я побежала его заказывать. Потому что я обожаю карандаш от Шик Флоренс. И мне кажется, да, он очень похож. И по качеству очень крутой карандаш. Я вообще не знаю, как эти карандаши обошли меня стороной. Но спасибо огромной подписчице, что она обратила бы внимание на эти карандаши. Потому что я как-то, не знаю, я вроде бы, мне кажется, на все карандаши захожу, чтобы их посмотреть. Но что-то ресничка мне как-то не выпадала. В общем, огромное спасибо. Оттенок карандаша просто потрясающий. Поэтому, если, опять же, вам очень нравится Флоренс, вот ресничка вам на помощь. Прекрасный оттенок. Такой пыльный, серовато-розовый. В общем, на каждый день. Прям супер-супер круто. Ну, а на этом всё. Спасибо вам большое, что смотрели это видео. Оставляйте ваши лайки, комментарии. Мне будет очень приятно. Также, если вы уже что-то тоже покупали из этих новинок, поделитесь вашим мнением. Может, вам что-то всё-таки не нравится. Или, наоборот, что-то нравится. Также, если у вас есть какие-то идеи, какие ещё новинки можно обозреть, то обязательно пишите. Потому что я, конечно, стараюсь мониторить всякие новинки. Но иногда они просто вот идут мимо меня. Типа вот я и новинки. Мы там никогда не пересекаемся с некоторыми новинками. Поэтому ваши идеи я всегда приветствую. Обязательно пишите, если у вас есть какие-то мысли на этот счёт. Спасибо вам большое за просмотр. Пока-пока.